Друзья, дорогие, привет! Я хочу почитать гороскоп вместе с вами на 2019 год, сравнить его с гороскопом на прошлый год, да, обозреть гороскоп на прошлый год и сверить с тем, что было на самом деле. В общем, это видео, конечно же, не для всех, для тех, кому со мной интересно. Ну, в общем, если вам интересно, продолжайте оставаться, побалдаем. Это гороскоп из журнала «Эль», который в последнее время разочаровывает меня, разочаровывает с тех пор, по-моему, ровно с той поры, как сменился главный редактор. То есть я этого не знала, я просто, когда очередной раз купила журнал, делаю я это крайне редко, и, ну, просто забыв, что я уже была разочарована, купила, руки очень чесались, купила очередной номер, пролистала его, пыталась почитать, мне стало крайне неинтересно. Потом я стала листать его с самого начала, увидела, что там главный редактор другой, но я не знаю, что поменялось вообще время. Конечно, читатель, наверное, ушел в интернет, нет такой необходимости в покупке глянцевого журнала, хотя, конечно, держать в руках глянец, листать его, это приятные тактильные ощущения, ну и вообще читать бумажный журнал приятнее, чем читать с экрана монитора. Так, ну давайте к гороскопу непосредственно. Я начну все-таки с 2018-го. Так, в журнале Эль гороскопы составляют на протяжении всех лет, вот, по крайней мере, сколько русский Эль существует, Бернард Фитсуолтер, такой, больше о нем ничего, кроме имени, ничего не знаю о нем, ничего не могу сказать. Так, кроме того, я знаю, среди моих зрителей есть специалисты по астрологии, ну, по крайней мере, специалисты в такой, в какой степени, не знаю, но люди, обучавшиеся, по крайней мере, уровень их знаний выше все-таки обычного обывательского уровня. И, конечно, такой общий гороскоп для каждого индивида не подходит, но все-таки, тем не менее, какие-то общие тенденции. Раньше мне очень нравился этот гороскоп, он совпадал, он был оптимистичным, он воодушевлял, он успокаивал. А сейчас этого нет. Хотя, может быть, это возрастное. Ну, в общем, давайте гороскоп на прошлый год. И я сразу буду комментировать, что сошлось, что нет. Если тут есть вообще, что комментировать. Видите, какой текст небольшой. Если вы смотрели мои обзоры ретро-журналов, и там я где-то на них останавливалась, там были длинные такие, чуть ли не на всю страницу. Нет, вру, конечно, все время на полстраницы, но все-таки текста было побольше, как будто. Может быть, даже он был смыслово побольше, больше аспектов содержал. Ну, ладно. В общем, ближайшие два года станут самыми удачными. За последнее время вы ощутите прилив вдохновения и получите от жизни максимум удовольствия. Ого! Это очень, очень оптимистично. Разумеется, оба года тесно связаны между собой. 2018 генерирует идеи и творческие импульсы, а 2019 помогает воплотить замыслы в жизнь. Свежие мысли порождают взаимодействие двух правящих планет Юпитера и Нептуна. Их взаимное расположение наиболее благоприятно и плодотворно, и приходится на те сектора гороскопа, что обеспечивает постоянный приток образов и впечатлений. Вот это мне совсем не запоминается. И для меня это ноль информации. И хотя вы полны энтузиазма по поводу всех новых начинаний, трудно отделаться от мысли, что реализовать их потенциал может и не получиться. За прошедшие годы вы не раз упирались в потолок. Это да. Подобные ограничения накладывало присутствие Сатурна, так вот в чем дело. Но я не запомню, мне все равно, что это Сатурн, настаивавшего на проверенных временем вариантах в противовес рискованным инициативам. Но в этом году планета уходит и больше не заслоняет раскрывшихся перспектив. Слушайте, а это правда. Если гороскопы обещают на ближайшие два года, что-то в этом есть. На личном фронте наблюдается значительное оживление. Это неправда. Затем летом в любовном гороскопе, в секторе гороскопа, произойдет солнечное затмение, что сулит новый роман. Это неправда. Все было бы просто и однозначно, но есть и другие затмения, а в более приватных сферах и они намекают на события, которыми вы вряд ли отважитесь с кем-то поделиться. Тайные страсти всегда по-особому притягательны. Чем тщательнее вы скрываете происходящее, тем сильнее разгорается пламя. Но рано или поздно приходится раскрыть карты, и тогда они угасают. Вы также чувствуете, что еще не покончили до конца со старой привязанностью, и она по-прежнему трогает струны в душе. Не обманывайте себя. Вы пытаетесь отсрочить... Тьфу. Вот видите, подсознательная меня сопротивляется этой информации, поэтому язык заплетается. Не обманывайте себя. Вы пытаетесь отсрочить неизбежное. О чем это? О романе, что ли? Господи! Вообще никаких намеков, ничего подобного. В корейерном плане год принесет удачу. В самом начале появится возможность сделать серьезный шаг вперед, а в конце подняться на ступеньку. Эти события никак не связаны друг с другом, это точно. Так что вполне вероятно, что между ними пройдет какое-то важное событие. Возможно, вы даже смените сферу деятельности. Это правда. Все это происходит на волне успеха, в результате планомерных усилий, а значит, вы контролируете ситуацию. С финансовой стороны привлекательно выглядит март, но и летом вас ожидает премия. Хо-хо-хо-хо! Ребята, значит так, первое в карьере, что произошло, я, значит, стала работать в пункте выдачи заказов в Берлик. Это была вообще никакая не карьера, но, конечно, мне было приятно чувствовать себя занятым человеком, но и только. В плане денег это было чистейшее волонтерство, то есть работа в ноль. Следующий карьерный скачок – это мое поступление в университет. Да, и оказалось, что там платят стипендию, на что я вообще не рассчитывала, и только когда 3 сентября мы пришли на первое занятие, нас пригласили на собрание, и там в конце этого собрания, значит, замдекана по работе со студентами вдруг упоминает, что нам всем назначена академическая стипендия, а вот если вы хотите получать социальную, делайте то-то. И тут я, в общем, пока стипендию не получила 25 числа, я не верила, что мне дадут стипендию. Ну, потому что я думаю, ну, наверное, это только гражданам России дают стипендию, а всем остальным нет. В общем, короче говоря, вот это вот карьера так карьера. Вот. С финансовой стороны, в марте папа мне дал на день рождения подарок в виде некой денежной суммы, и когда я уходила с первой работы, потому что там был долг, уходила с первой работы, мне нужно было покрыть этот долг, я снова попросила у папы денег, и этот долг закрыла. Вот все мои денежные поступления. Так, теперь, ну, хорошо, хоть на два года. Теперь вот давайте сравним с гороскопом на 2019-й. Во-первых, посмотрите, сколько места он занимает. Обзац. Один обзац. От недели к неделе 2019-й может показаться совершенно хаотичным. Бесконечная череда сменяющих друг друга взлетов и падений выматывает, не принося ощутимых дивидендов. Ох, это сразу же нам, впечатлительным рыбам, такое нельзя говорить. Для нас сразу весь мир становится черным. Но если взглянуть на итоговый результат, хотя, с другой стороны, черный это все-таки не серый. Для меня серый намного хуже черного. Намного скучнее. Так, но если взглянуть на итоговый результат, в конце года картина предстает совершенно иной. Это шо ж, я весь год должна ждать иной картины. Словно ребенок, осваивающий езду на велосипеде, течение жизни рыскает то вправо, то влево, но умудряется сохранять равновесие. То влево, то вправо. Кто? Течение жизни, словно ребенок. Да, дело идет вперед не быстро, однако прогресс все же есть. Эмоциональная сторона вашей жизни в 2019-м потребует крайне осторожного подхода. О да, как-то эмоционально я сейчас очень-очень уязвима. Только не говорите мне, что это щитовидка. Я знаю, среди моих зрителей есть такие люди. Нет у меня щитовидки. Кстати, не ругайте меня за изображение, я ничего не могу с этой камерой сделать. Ну вот видите, раз так было сфокусировалось и снова расфокус. Так, 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 на чем остановилась. Затмение этого года придутся на области вашего гороскопа, отвечающие за личную жизнь и общение. Их влияние заметно усугубит привычные колебания в развитии отношений, производя эффект, подобный тому, что создают Юпитер с Сатурном во всех прочих сферах жизни. Решив поставить старое увлечение ради чего-то нового, вы в результате можете обнаружить, что возвращаетесь на круги своя. Даже давняя и крепкая дружба подвергнется серьезным испытаниям в марте и апреле. Я вообще не представляю, о чем речь, но ужасно боюсь, меня это пугает. Хотя ближе к лету эмоциональное напряжение обещает пойти на спад. Осенью вам удастся успокоиться и понять, что это полезно не только для вас, но и для окружающих. Почему меня это должно волновать, я не могу себе представить. Чтобы не только для меня, но и для окружающих мне нужно понять и успокоиться. В противоположность неразберихе, на личном фронте карьерные перспективы на этот год выглядят просто блестяще. Ну, слава богу, хоть что-то радует. И пусть порой вам приходится отступать, прогресс очевиден. Вот так. Ну ладно, хоть что-то. Нет, ну вот что в этом гороскопе, почему про деньги ничего не сказано. Ну, деньги, видимо, рыбам вообще не светят. А давайте посмотрим другие знаки. И заодно можете делать стоп. Ставить на паузу и читать свой гороскоп. Если так, водолей, если описать 2019 год, одним словом это будет переезд. Причем не обязательно фантекции переезда на новую квартиру или в другую гору, хотя и это вероятно. Речь может идти о поисках точки, которые можно пустить корни и расти, стремясь к лучшему будущему. Увы, за последние годы вы могли разочароваться в задачах, которые ставите перед собой. Слишком часто многообещающие проекты заканчивались ничем. И единственное, что останется, начать все заново с чистого листа. И назад дороги уже нет. Ко всем своим связям и отношениям необходимо подойти не менее решительно. Затмения в начале года, в преддверии дня рождения, покажут. Нарисованные романтические перспективы придется скорректировать. Вдобавок, вас продолжает преследовать разногласия, которые вы с партнером никак не можете разрешить. На первый взгляд споры крутятся вокруг работы, денег, образа жизни. На самом же деле речь идет о крайне важной для водолея теме равенстве. Кто из партнеров выступает в роли лидера, а кто ведомого. На профессиональном поприще в 2019 году наступает затишье. Ожидание, пока остальные игроки сделают свой ход, необычайно вас раздражает. Ведь у вас столько планов. В июле поступают предложения о новой должности. Огромный шаг вперед по сравнению с вашим текущим положением. Но стоит убедиться, что вы готовы его принять по конструктивным соображениям. Не только из желания порвать с прошлым. Я знаю, я сейчас когда читаю, я думаю об одном только водолеек. Ну, у меня, конечно, много вдали в ноте. Тот человек, которого я более-менее неплохо знаю. Ну, наверное, это актуально для нее. Так, давайте я не буду. Начну с начала. Ну, то есть с Овна. Ага, Овен. Тихо, тихо, тихо. 2019 год. Овен. 2019 год словно кинобоевик. Погони и стычки идут без перерыва. Нет шанса на отдых. Марс, покровитель, врывается в знак Овна в первый же день января и продолжает движение в том же темпе до самого декабря. Ваша невероятная энергичность и разгон, который вы постепенно наберете, помогут пережить все перипетии этого удивительного периода и гарантируют успех в каждом отдельном случае. Затмение на личном фронте в конце января намекает на то, что нынешние отношения, возможно, исчерпали свой потенциал. Надежды, которые вы питали относительно совместного будущего, теперь под большим вопросом. Необходимо переосмыслить, насколько значимы вы друг для друга и стоит ли союз того, чтобы его продолжать. Эмоции и энергия зашкаливают. Особенно это заметно в июле и августе. Огонь страсти сменяет жаркие споры и стычки. На профессиональном поприще 2019 год сулит такое обилие перемен, что перечислить их все просто невозможно. Серьезные потрясения ожидают в январе, затем летом и снова в самом конце года. Кажется, что вы перечеркиваете все достигнутое и начинаете двигаться в диаметрально противоположном направлении. Со стороны может показаться, что вы просто ошибаетесь, выбирая неверный путь или недостаточно терпеливый. Но в какой бы новой роли вы ни оказались, маловероятно, что ситуация успокоится раньше середины 2019. прочитала чисто абстрактно, ну да, и, ну, почти абстрактно, хотя один человек в голове у меня был. Так, телец. Тельцы не любят перемен, но в этом году они придут... Так, на кого спроецировать? Что-то ни один телец мне в голову не приходит. Ну, один очень давно не видел свою подружку по институту. Но в этом году они придут, хотите вы того или нет. Лучший вариант посмотреть, какую выгоду из них можно извлечь. Лето 2018-го уже успело продемонстрировать, насколько серьезно вы можете измениться, насколько серьезно может измениться будущее под влиянием урана. Но ведь он лишь на минутку заглянул в ваш знак. В 2019 году могучий баламут снова вернется к телцу. Почему уран для меня никакого... никакой роли не играет в моем гороскопе. И на этот раз вплоть до 2025-го, мама дорогая. Все это время необходимо действовать нестандартно. Личная жизнь также наполнена яркими событиями. Венера и Марш встречаются в 2019-м лишь однажды, но зато именно в любовном секторе вашего гороскопа. Всем прочим знаком придется подождать в своей очереди этот год ваш. Впервые вы из будущей пассии. Обратите друг на друга внимание в январе. В следующий раз пути пересекутся в феврале и марте. И именно тогда зародится взаимное влечение. Хотя сойтись по-настоящему вам удастся лишь к середине лета. Ваша история – союз состоявшихся личностей, решивших быть вместе, поскольку нравятся друг другу. В плане карьеры можно ощутить, что очередной этап деятельности подходит к концу. Вы успели добиться всего, что возможно на нынешнем месте. Настала пора двигаться дальше, пусть и без особой спешки. С финансовой точки зрения год обещает быть успешным. Апрель и июнь окажутся прибыльными в сиюминутной перспективе, но не стоит забывать о долгосрочных инвестициях в конце ноября. Так, близнецы. Близнецов у меня море, пруд пруди. Обычно вы склонны относиться к жизни, как к игре, находясь в постоянном движении. В таком ключе вы успешно действуете немало лет. Но бывают моменты, требующие более серьезного и обдуманного подхода. 2019-й один из таких. Вы по-прежнему можете быть собой. Просто постарайтесь хотя бы иногда учитывать риски и используйте присущую вам творческую жилку. На личном фронте дела обещают идти стабильно. Если вас связывают прочные отношения, они окрепны. Если же вы пока одиноки, конец лета принесет немало приятных шансов изменить положение дел. Но самыми благоприятными станут ноябрь и декабрь, которые выведут отношения на новый уровень. Так, у меня только один близнец есть, для кого это будет актуальным. На работе вы куда менее уверены в себе. В течение года вы не раз будете сомневаться в принятых решениях и перебирать самые разные подходы, лишь бы добиться хоть какого-нибудь результата. Порой будет казаться, что вы зашли в тупик. Единственный выход – все бросить. Кроме того, станет ясно, будущее, которое вы мысленно себе рисовали, теперь невозможно. Необходимо найти поприще, больше соответствующее вашим способностям, должность, на которой можно неуклонно продвигаться вперед, но и в то же время, и получать от работы удовольствие. То, чем вы сейчас занимаетесь, явно не годится. Разумеется, что-то подходящее обязательно найдется, ведь вы всегда добиваетесь своего. Рак. Вы испытываете давление сразу с нескольких сторон, и продлится это большую часть года. Но помните, что лишь темной ночью можно разглядеть звезды. Двери, обычно всегда распахнутые перед вами, внезапно захлопываются, заставляют задуматься над дальнейшими планами. Продолжаете ли вы твердо идти к намеченным целям, или сбились с пути, когда, оказалось, все играет против вас, внезапно открывается дверка, ведущая в неожиданном направлении. И это то, что нужно. Перед вами оказывается путь к свободе. Большинство солнечных и лунных затмений в 2019 году произойдет либо в вашем знаке, либо в противоположном козероге. Эта пара определяет вектор всех отношений. На этом поле будет происходить серьезная борьба, но она дает шанс на продуктивные изменения. Не надейтесь отделаться обещаниями и справиться. Придется основательно покопаться в себе и понять, чего ожидаете в ответ на собственную любовь. В середине года, примерно в день вашего рождения, внезапно приходит озарение. Вы предстаете перед собой в совершенно ином облике, который точно отражает вашу истинную суть. К концу года жизнь войдет в более комфортное русло. Последнее в 2019 году затмение дает шанс начать что-то заново, намекая на новый роман. На работе перипетии последних лет сменит период стабильности и вы твердо намерены наверстать упущенное. И это разумно. Лев 2019 год приводит вас на самую вершину. Есть лишь один нюанс. Успех приходит не совсем так, как вы себе это представляли. Но главное, вы покорили Олимп и открывающийся вид прекрасен. Уран, планета сюрпризов и покровитель людей, выделяющихся из толпы, достигает апогеи в вашем снаге. А в этот период вы выходите на пик формы. Грядет ваш золотой век. И начинается он прямо сейчас. Единственный минус. Вы даже представить себе не можете, как все это случится. Благоприятен год и для дел сердечных. Если вы надеялись развить ваш роман или вступить в постоянные отношения, 2019 год подходит для этого как нельзя лучше. А если конкретнее, идеальный момент наступит в середине августа. Но в духе лучших романтических комедий стоит задать себе вопрос. Не ошиблись ли вы с избранником? Есть ли у этой истории счастливый конец? Да. Но, как и все в этом году, он будет совсем не таким, как вы ожидали. На служебном поприще дела будут идти непредсказуемо. Вас ждут новые роли и начинания. Удачные проекты, неожиданно заканчивающиеся ничем. Возможно, вы слишком сосредоточены на том, чтобы действовать в правильном ключе. Вместо того, чтобы позволить руке судьбы натолкнуть вас на что-то иное. Избегайте долгосрочных обязательств. Не связывайте себя по рукам и ногам. Это ценный совет. Надо дать почитать тому человеку, о котором я думала. Весы. Весы у меня тоже есть. 2019 год станет, какая картинка замечательная, станет годом перемен. Большую его часть вы проведете, перебирая события и персонали, и старые жизни, словно разбираете вещи в шкафу. Испытываете ли вы еще к ним привязанность? Будет ли от них какой-то проб в дальнейшем? Что-то из старого вполне может снова войти в моду. Какие-то вещи составят вместе необычный комплект. Ну а большинство придется выбросить. Похожие ситуации сложатся и в личной жизни. Уран-баламут не торопясь продвигался через любовный сектор гороскопа большую часть текущего десятилетия и успел добраться до точки, за которой начинается спокойствие. Пришла пора взглянуть на вещи рационально. Не опускаясь до перебранок, сосредоточиться на положительных моментах и перестать возвращаться к тому, что когда-то пошло не так. Возможно, вы даже сумеете сблизиться с человеком, который был вам когда-то дорог. Вам приятно быть вместе, подтрунивать друг на друга, вести задушевные разговоры, сохраняя дистанцию. Захочется раздуть из этого уголька пламя чувства? У вас есть все необходимое. В профессиональной сфере июль принесет что-то новое, ведь сильнейшее затмение этого года придется как раз на соответствующий сектор гороскопа. Это будет серьезный шаг вперед. Либо повышение, либо совершенно неожиданный поворот в карьере. С финансовой стороны подвоха в ближайшее время не ожидается. Удачнее всего будут последние предновогодние недели. Да что ж вы все в конец? Куда? Отсылаете нас? Ой, стрелец. Стрельцов у меня пруд пруди. 2019 год станет для вас лучшим годом десятилетия, просто потому что планета-покровитель Юпитер проведет большую его часть в вашем знаке Стрельца, где он особенно силен и способен сделать все, чтобы улучшить вашу жизнь. Грядущий год даст вам возможность снова встать на ноги, возродит надежды на будущее. Юпитер в Стрельце почти синоним удачи, успеха, и вы, безусловно, оцените этот праздник, который продлится весь год и положит начало новому жизненному циклу, который продлится все 2020-е годы. На личном фронте перспективы выглядят весьма неплохо. Присутствие Юпитера поможет вновь обрести уверенность и оптимизм, а это автоматически повысит вашу привлекательность в глазах партнера. У вас будет достаточно шансов завязать новые знакомства, влюбиться, поссориться или перевести отношения на новый уровень. Одним словом, варианты на любой вкус. Венера, в свою очередь, в 2019-м пройдет через знак Стрельца дважды. В начале и в конце года, при таком обилии романтических возможностей, вы рискуете задушить чувства за счет завышенных ожиданий. В карьере, равно как и в денежных вопросах, этот год завершает одну эпоху и предваряет начало другой. То, как вы работаете, чем заняты, как живете, вот-вот изменится, но у вас нет повода на беспокойство. Удача не подведет Стрельца. Козирог. Вы лучше других понимаете, великие свершения не делаются в одночасье. Родившиеся под этим знаком амбициозны, но при этом размерены и терпеливы. Эти два качества определенно вам пригодятся в 2019-м году. Когда одна из давних планет проходит через ваш знак, жизнь выдвигает особенно много требований. Сейчас у вас таких планет две, а к концу года добавится и третья. Сатурн и Плутон сближаются с каждым днем. Первая олицетворяет трудолюбивого успешного Козирога, который разбирается на вершину, как будто без всяких усилий, хотя на деле за этим стоит железная воля и усердная работа. Другая планета заставляет прислушиваться к внутреннему голосу. Грядущий год время перевернуть страницу в романтических отношениях. Да что ж такое-то? Гороскопы, я так понимаю, рассчитаны больше всего на людей одиноких. Ну, то есть, имеется в виду, еще не устроенных в личной жизни. Ну, наверное, да. Люди, у которых стабильная личная жизнь, наверное, у гороскопа читают меньше. Видимо, так, статистика. Так. К внутреннему голосу. Грядущий год время перевернуть страницу в романтических отношениях. Решительный уран перемещается весной в любовный сектор гороскопа, а когда в мае к нему присоединится Венера, вы станете задаваться вопросом. Быть может, и есть шанс разбить привычную рутина и отыскать что-то новое, волнующее, неожиданное. Не дай Бог. Не исключено, что к концу года вам удастся с его помощью превратить самые смелые мечты в реальность. Вот это будет счастье. На службе возможность проявить себя представится в апреле, а затем снова в октябре. Но все это рядовые события. То, что под силу сделать, не напрягаясь одной левой. Вы, безусловно, хороши и знаете себе цену. Просто сейчас вы мыслите масштабнее, задумываясь о жизни в целом, не ограничиваясь работой и карьерным ростом. Ну вот так вот. Вот такой гороскоп получился. Вот. Ну давайте я... Ну я не знаю. Нет, наверное, это все. В общем, как я отношусь к гороскопам? Не очень серьезная, честно говоря. Вообще не серьезная. Но почитать интересно. В тех случаях, когда что-то идет не так, или, скажем, прямо что-то идет, когда на душе хреново открываешь гороскоп, читаешь и смотришь. Ага, ну это же было предусмотрено. А вот там дальше будут еще перемены к лучшему. И этим успокаиваешься. Хотя, конечно, у человека, у которого есть уже какой-то жизненный опыт, он и так знает, что жизнь переменчива, черные полосы сменяются белыми. Ну вот. Если вам было интересно, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь, не забудьте поставить лайк, напишите ваши комментарии, напишите, как вы относитесь к гороскопам. Интересны ли вам такие видео. Все, у меня горло уже устало. В общем, я вам желаю хорошего нового года. И год свиньи наступает по нашим традициям, по традициям буддийской самхи, 5 февраля, или они... Ну, в общем, как и китайский Новый год. Кстати, в этом году он совпадает еще и с вьетнамским Новым годом, который называется ТЭТ. Что там еще? В этом году не совпадает с Масленицей, потому что бывают такие годы, когда он совпадает с Масленицей. Вот. В общем, всех вас поздравляю с наступающим годом свиньи. Хорошо вам его прожить. Успехи, все, что гороскоп обещает хорошего, пусть все сбудется. Если он о чем-то предупреждает, неблагоприятно. Желаю вам удачно все это пройти. С наименьшими потерями. В общем, с вами была Аюна. Вам всего самого-самого наилучшего. Пока.